МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся. Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Сегодня у нас жених и три невесты. Московская журналистка Лилия, сельская жительница Анастасия и донская казачка Екатерина. А жених у нас Иван. Давайте знакомиться. Я самый многодетный отец на планете. И со мной Матвей и Эдуард. Иван, 24 года. Возлюбленная была из обеспеченной семьи и предложила ему переехать к ней. Не захотел становиться альфонсом и отказался от её руки. Иван воспитатель в ростовском детском саду. Пять лет работает с маленькими детьми в яслих. Готовит пасту, много читает и болеет за футбол. Предупреждает, что в его доме никогда не будет животных. Мечтает попасть в Нью-Йорк. Ивану не нравятся голубоглазые блондинки с крашенными волосами. Женится на девушке из хорошей семьи, которая будет чистоплотной хозяйкой в доме. Что за гороскоп у нашего жениха? Интересный гороскоп. Я давно хотела посмотреть на человека, на мужчину. Такой гуманной профессии, скажу честно. Но когда я в гороскоп заглянула, я удивилась. Я поняла, что эта профессия для вас скорее случайность. И в течение жизни вы её ещё поменяете. Но на текущий момент времени, наверное, находите в ней своё призвание. А всё потому, что Иван настоящий защитник Отечества. В нём большой потенциал внутренней агрессивности. Оппозиция Марса и Плутона. Но только эту внутреннюю агрессивность он предпочитает не просто так расходовать или выплёскивать на окружающих, а каким-то образом перерабатывать, может быть, осознавать, осмысливать. То есть вы, конечно, больше психолог по натуре своей, с точки зрения анализа жизни. Да, совершенно безумно. То есть агрессию можно переработать во что-то другое? Да, безусловно. Например, в воспитании детей? Либо он работает, потому что он детей любит. Либо он любит детей до такой степени, что пошёл работать. А мне нравится. Кариклаза, брюнет. А когда вдруг однажды проснулись и решили, что хотите стать детским воспитателем? Я не проснулся, не решил учить английского по образованию. Но с малышами интереснее работать, потому что в течение года они меняются столько раз. И эмоции, которые можно получить, работая с такими детьми, нигде невозможно. Вот смотрите, а в связи с этим вопросом, а женщину, у которой будет ребёнок, при всей вашей большой любви к малышам, вы не хотите? Нет, не хотите. А почему? Ну, потому что к малышам у меня не просто любовь к ним. Любовь – это не то слово, которым педагог должен свои действия объяснять. Я умею с ними работать, меня это мучает, я очень хорошо выполняю свою работу. А любить нужно родину свою, маму, девушку. Ну, это всё очень по-книжному, это вы, конечно, прочитали, вы очень даёте правильный толковый ответ, а таки ожидаемое. От себя что-нибудь? Ну, это от себя. Может, он не видит сил полюбить через любимую женщину, но ещё и её ребёнок. Я умею работать, но полюбить ребёнка нужно... Это же другой род, Лариса, чужой причём. Он готов влюбиться в девушку, у которой уже есть маленький ребёнок. Вот именно, чтобы на работе дети, дома дети, у него голова кругом бы шла от этого. А что у вас с той девушкой-то не получилось? Почему? Не срослось, потому что он на тот период времени ещё не был, не то что не готов к этим отношениям, мне с ней очень нравилось. Но там другая была причина, она была из очень обеспеченной семьи, да? Нет, не в этом была причина, я тоже не являюсь из необеспеченной семьи человеком, просто там всё стоялось так, что или мы живём вместе, к чему-то серьёзному идём, то есть просто встречаться она не хотела, а меня это немножко не устраивало. Смотрите, ну вы сами теперь вот объявляете о том, что вы не хотите никаких гражданских браков. Для вас вот это вот пожить, присмотреться, притереться, тоже неприемлемо. Ну да, я считаю, что нужно жениться, а потом жить вместе. Для начала. Я тоже так считаю, не боитесь, вдруг как раз вот не срастётся-то вот хозяйка плохая, готовить. Или хвост у неё, например. Да, хвост, например. Ну не в хвосте, да, но всё-таки есть какие-то интимные моменты, которые можно выяснить, чтобы потом не мучиться всю жизнь. Ну чтобы выяснить интимные моменты, не обязательно жить вместе, очень нужно долго общаться, и можно это выяснить. Поставим штампы, придём, заселимся в квартиру, что и поймём, что мы не подходим друг к другу. Потому что нужно пробовать, я думаю. Скажите, это навсегда воспитатель детского сада, или всё-таки у вас есть какие-то планы в жизни, вы о чём-то мечтаете? У меня есть планы в жизни, связанные с моего дошкольного образования, мне очень нравится работать. Я учусь в магистратуре, в отделении дошкольного образования, в аспирантуру буду поступать. А хотите уехать за границу, по-моему, да? Нет, уехать не хочу за границу, хочу работать в своей стране, мне очень нравится здесь работать, здесь очень интересно. За границу хочется идти, отдыхать, потому что там пока условия получше. А вот, кстати, девочки, вопрос. Тусатый няня фильм очень нравился. Профессия вызывает умиление, но плана какая-то всё-таки не мужская. То есть вот, ну, шахтёр, военный. Не связанная с применением физической силы, ты хочешь сказать? Лифтёр, например. Нет, у меня не вызывает никакого умиления. Мужская или мужская? Нет, я тебе объясню, в чём дело. Ну, я бы не хотела, допустим, чтобы у моей девочки был воспитатель, а ей до 3 года, был бы мужчина. Объясню, почему. Потому что в это время не все дети уже приучены, так сказать, ходить без памперсов, да? Есть какие-то моменты, когда нужно просто сажать на горшок, а потом, ну, понимаешь, интимные всякие моменты. С ребёнком это тоже интимно. Для женщин это естественно, потому что она женщина, она мать, она может там и по попе шлёпнуть, она может и там помыть ребёнка. А для мужчины это сделать, это неправильно. Он не будет для этого звать нянечку и говорить, вот у меня там ребёнок описывался. Ты бы стала своего мужа попросить менять памперс от твоего ребёнка там? Ну, знаешь, как бы я и сама могу с этим справиться. Но бывают определённые моменты. Ну, когда ты там что-то делаешь? Да, я что-то делаю, если я, естественно, занята, я могу попросить своего мужа. Неважно, мужчина или женщина оказался в этой профессии. Если вы профессионал, если вы действительно приносите пользу, и дети не просто растут и радуют вас, но ещё и радуют своих родителей своими успехами, это замечательно. Я согласна с Василисой. Профессия, связанная с воспитанием детей, не может разграничиваться по полу. Дети есть дети. Никогда не возникало желания с мамочкой замутить, с молоденькой? Такой компрометирующий вопрос. А тем более, некоторые дети даже папа его называют. А зачем? Нет, это они называют. Это абсолютно как бы просто ребёнок. Любой ребёнок может это сказать. Но это сразу бы не то, что не приветствуется, это неправильно. Представляешь, муж так приходит. А вообще, как к вам относятся папа этих детей? Ну, по-моему, если ребёнок получит удовольствие от хождения в детский сад, в группу, в обычном муниципальный сад, не имеет значения, кто с ним работает. Если качественно выполняется работа, если они видят, как он развивается, растёт. А разборки с папами... Я хочу найти вашу невыгоду, скажем. Мотив. Да, мотив ваш. Почему вдруг вы здоровый парень? Ну, а только не здоровые должны в образовании работать, вы считаете? Ну, в детском саду, для меня... Ну, это абсолютные стереотипы неправильные. Усатый нянь. Грубо говоря. У него нет. Ну, мужчина. Может отрастить. Не проблема. Парни, а вы чем занимаетесь? Мы закончили одно и то же учебное заведение. А вы... Где у вас практика? Где вы работаете? И в детском саду мы работали на практике. Вот прямо вижу, учитель физкультуры. Вот прям... Нет. Нет, нет. Нет, а кто? Музыка. Музыка. Правда? Да вы что? Да, в детском саду, в Ясене, группа. А вы качаетесь, да? Ну, баян, потаскайте. Ну, кстати, мы угадали. Да. Баян есть... Здорово. А послушайте, вот у меня тоже еще один стереотип. Хороший человек, вот даже говорят, собака с кошкой чувствует, особенно собака чувствует хорошего человека. Ну, и как-то это должно быть автоматом, любовь к детям, любовь к животным. А вы их не любите? Нет, я не люблю животных. Зимой собакам ношу покушать всегда. Просто у меня аллергия очень сложная. А ну, чтобы они у вас дома не были. Да, у меня аллергия, поэтому я не готов своим здоровьем жертвовать ради животных. У меня все живое дом и гибнет. Я в плане цветов имею в виду. Они вянут почему-то. И животных я не рискую привезти в дом. Я боюсь за их жизнь. Стиван, смотрите, вы работаете в женском коллективе. В основном воспитательницы, девчонки, женщины. Очень много молодых мамочек, которые живут без мужей. Вы просто в саду, где поди и срывай цветки радости. Что вам мешает? Кто же ему поверит? Кто доверит ему детей своих после этого, если он будет срывать цветки радости просто бесконечно? Я работаю с детей профессионально, родители меня не интересуют. А воспитательницы в детском саду? Ну, в основном возраст всех этих воспитательниц немножко не соответствует. Ну, хорошо, вы где-то бываете. Как вы развлекаетесь? Развлекаюсь, как любая молодежь. Ну, вы ходите в клубы? Ну, в клубы я не очень люблю ходить. Я спортом больше люблю заниматься. На футбол поиграть, поплавать, в бассейне обожаю. Ну, хорошо, по улице идете, вдруг раз, а, девчонка, весна в короткой юбке. Можете же подойти, познакомиться? Ну, а как же. И что у вас? Вот у такого вы симпатичный, вы молодой. Что мешает? Ну, потому что я считаю, что на данный момент я зарабатываю определенную сумму, которая больше многих других педагогов, но она недостаточна для того, чтобы семью я мог обеспечить. А что вы делаете для того, чтобы, да? Получая образование, совершенствовать. Ну, это хорошо, что он не становился недостигнутым. Значит, у него есть какие-то мысли в голове, значит, у него перспектива есть. И это здорово. Я еще знаю, что воспитатели, но это уже от вас не зависит, дикие зануды, воспитатели и учителя. Вот у вас есть эта черточка такая? Бываете занудноватые? Делаете своим девушкам замечания? Нет, они любят делать замечания. А какие дети вам более симпатичны? Все дети симпатичны. А какие более? Что вам самому приятнее? Приятнее, когда ребенок шумный, бегает, кричит. Это гораздо приятнее, потому что он активный. Чем активнее ребенок, тем лучше развивается. Это нормально. Ребенок должен баловаться, должен делать это. Ну, как можно говорить, какие дети более симпатичны? Кому, как бы, это как с людьми общение, симпатия возникает, либо не возникает. Ты относишься к детям как к работе, но бывает, кому-то больше симпатию проявляешь. Это в любом месте, в любом коллективе. Иван, это хорошо, что вы там и психолог, но наверняка еще опыта такого житейского у вас маловато. Поэтому могу просто сказать, примите как данность, что мужчины, женщины ценят три основные добродетели. Это первая терпеливость, сладкий язык. Сладкий язык? Нет, сладкий язык, это немножко не то. Но острый язык тоже не всегда вкусно. И способность не выносить ссоры из избы, то есть молчание. Вот если сегодня будет невеста хотя бы с одним таким качеством, ну, будем считать, что уже нам крупно повезло. Ну, а если три, ну, это просто вот идеальная ситуация. Поэтому с любым качеством хотя бы в одном комплекте. Вам нужна девушка не избалованная, которой будет достаточно мало. Потому что сегодня другие девушки, у них другие возможности, будут сравнивать, будут смотреть в чужой огород. И боюсь, что у вас с ней не получится. Вы не такой мягкий, как вот о вас говорит Василиса и Роза. Я это вижу. Вы достаточно жесткий. Вы проблемный. У вас у самого, самим с собой куча проблем, в которых вы не разобрались. Вот. Поэтому в семье вы тоже будете очень более чем сдержан и скуп на эмоции. Потому что все равно профессия никогда вас не оставит. Вот. Поэтому вам нужна девушка без претензий особых. И без больших запросов. Екатерина, ты подходишь, как ты считаешь себя девушкой с претензиями? С претензиями. С претензиями и запросами. Достойная девушка. На самом деле, по большей части, запрос у меня к самой себе. Хорошо, что если бы она была ваша коллега. Потому что, знаете, вот у нас было три в моей школе учителя, мужчины. И у всех были коллежанки, жены. Такие же учительницы. Вот. Потому что с другими, другая начнет пилить, чтобы уходила и наконец-то занялся делом. Потому что для любой женщины, которая не из вашей профессии, она будет считать, что это, конечно, не работа для мужчины. Это стартовая площадка. Тебя это не отпугнуло, Катя? Его профессия, его работа. Важно все-таки, какой человек. Важно, чтобы ему было комфортно. Лариса, я соглашусь с тобой, что Иван совершенно не мягкий. Вероятно, я просто мягко выразила. Я уже говорила про то, что запас внутренней агрессивности мужской здесь достаточно велик. И ваш восходящий знакомый о вас явно говорит. Вы достаточно упорны в высказывании своих идей. А девушку вам нужна легкая, не обременительная, прежде всего. Я бы сказала, что это образ вечной студентки, которая вместе с вами будет учиться, будет очень живой по-европейски на самые разные идеи откликаться, будет человеком достаточно интеллектуальным и при этом довольно простым, действительно, без требовательности. Он будет очень сдержанным в семье. И это, наверное, есть хорошо, без лишних эмоций. Как без эмоций-то? Не знаю, у меня достаточно эмоций, хватит на нас двоих. И вы хороший не педагог для коллектива, вы хороший педагог лично, индивидуально. И вы в своей профессии можете двигаться, это просто совет на будущее, уже даже не к личной жизни, а лично общаясь с каждым ребёнком, скорее не с массой в целом. Поэтому в детском саду всё-таки вижу вас с трудом в дальнейшем. После рекламы невесты попытаются проявить своё искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», у нас в гостях Иван. Идите, встречайте первую девушку. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, меня зовут Лиля. Сегодня очень редко можно встретить мужчину с такой оригинальной профессией. Рада познакомиться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, у него глаз не загорелся по первому впечатлению. Сейчас посмотрим, когда они будут общаться. Здравствуйте, Лилечка, с кем вы пришли? Я пришла с подругами Марина и Марина. Очень приятно, давайте на вас посмотрим и узнаем на встречу. АПЛОДИСМЕНТЫ Лилия 25 лет. Телевизионный журналист, автор документальных фильмов о тайнах советского кино, мечтает познакомиться с Леонардо Ди Каприо. Предупреждает, что часто задерживается на работе до двух часов ночи. После неудачного романа Лилия на три года прекратила все отношения с мужчинами. А когда снова влюбилась, возлюбленный оказался женат. Надеется, что Иван вернет ей веру в мужчин. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, конечно, вернее, не Иван, а кто-нибудь другой. Что ж, молодая девчонка. Правда, Василиса? Правда. Ну, а если учесть, что вы человек очень живой, любопытный до многих процессов, проживающий жизнь не только своих идей, но и чужих, живо интересующийся всем, что происходит в мире, я думаю, что такая девушка не может не найти себе любви. Правда. А если у человека в гороскопе так выражена именно воздушная стихия, потому что помимо того, что вы огонь по гороскопу, у вас ярко выражена стихия воздуха. Вот люди, именно воздух, очень часто теоретики во всем, в том числе и в любви. Они предпочитают не столько проживать процесс, сколько наблюдать за ним, анализировать, осмысливать. Но, увы и ах, в жизни такие девушки годам к 25 накапливают скорее не свой собственный опыт, а опыт наблюдений за подругами, друзьями и так далее. У вас очень интересное лицо. Вы кто в пансиональности? Татарка. Ой, это прямо прямое кровь. Вопрос. Хорошая невеста, нравится, не бойся, улыбаешься. Нравится, нравится, так что рекомендую. Только к тому ли парня-то пришла? Вот вопрос-то. Мне кажется, к тому. Я все-таки хочу найти любовь настоящую. И если она придет, мне кажется, работа уйдет на второй план. Мне кажется, она симпатичная, но она сама еще ребенок, по сути. Ну, то есть ему будет нравиться ее воспитывать, можно сказать так. Ну да. Вы не создаете впечатление разочаровавшейся в жизни в мужчинах девушки? Ну, подумаешь, была неудачная любовь. Расскажите, кстати, что там было особо неудачного. Я влюбилась в 17 лет. Но, к сожалению, он меня не любил. Я добивалась сама его в течение двух лет. В итоге добилась. Он с тобой так встречался. Захотел, позвонил. Захотел, пропал. Ну, что хотели. Да, потому что не было любви. И в один прекрасный момент я устала сама приглашать его в кино, сама навязываться. У меня тоже такое было. Сейчас вспоминаю прям до отвращения. И был бы кто. Хотя, не знаю. Вот он женат сейчас, у него ребенок. Я через своих друзей узнаю, как он живет. Но чисто, наверное, интерес. А зачем? А что делать? Это называется незавершенный гештальт у психологов. Когда отношения не прожиты, может быть, если бы вы прожили отношения с ним полноценные, и даже потом по собственной инициативе расстались. И с ним бы хохотали. Да, потом сами смеялись. А женатый вот этот? Оказался женат. Для меня женатый мужчина. Другой. С которым вы хотели перебить вот эту любовь свою. Да, но я поняла, что... Знали с самого начала, что женатый? Сначала нет. Он скрывал все это. У него не было кольца, и он скрывал. Потом он мне признался. И я сказала, что нет. Дорогой у него ребенок, жена. Какая вы правильная девушка. Молодец. Не, на самом деле, молодец. Она стала разбивать семью. Правильно. Хорошая. Это очень большой грех. Зачем брать на себя это? С тобой обязательно так же поступят. Лилечка, а вот тоже воздержание у вас вот такое от мужчин. Это что, вот просто от головы или у вас прямо онемение наступило? Неужели нет другого способа, как уйти вот только в работу? Посмотри, приехала красивая Лилечка с шикарной фигурой из Казани. Ей нужно в Москве закрепиться. Одни девочки идут на Ленинградское шоссе или где у них там сегодня точки, да? А другие работают до двух часов, до трех часов ночи. И вот путь Лили более правильный. Потому что никогда никто ее в жизни не упрекнет куском хлеба и не выгонит ее из своей квартиры со словами «Надоело ты мне со своими детьми». Я считаю, что сегодня такая жизнь, когда самой нужно о себе заботиться, самой о себе зарабатывать. То есть это не способ уйти, вот, отстраивая работа, неоплодимость. Ну, даже если это способ уйти от проблем, лучше в работу, чем в горькую с подругами на кухне. Ну, да, да. Вот смотрите, Лилечка, Ивану нравится то, чем он занимается. А вот так вы выглядите, такой чистенький. Мама все настирывает, наглаживает сегодня? Да нет, но я слежу за всем в квартире, помогаю родителям гладить. А приведете Лилечку, если у вас служится, к вам домой? Ну, а как же, конечно. А у вас квартира есть? Конечно. А вы, Лилечка, можете все бросить и поехать в Ростов? Ради любви, да. Да, потому что я не могу жить с мужчиной, которого не люблю. А родители где? Родители в Казани. В Казани. А никогда не будете злиться, если у вас все будет в вашей профессии, и карьерный рост будет сумасшедший, и деньги будут прям миллионы? А что у вас вот Ванюшка-то, воспитатель? Так и будет, я говорю, да, Ванюшка? Мне кажется, женское счастье был бы милый рядом. Настя, ты бы смогла из-за денег встречаться с мужчиной? Нет, это сто процентов нет, я вообще не воспринимаю вообще никак деньги, это не главное. Закажите, пожалуйста, сюрприз. У меня сюрприз, танец и песни в исполнении детского коллектива. Боже мой! Мне не классно. Ух ты, какие милашки, милашки. Я прошу, второй год, кушай кашу, кашалок, кушай кашу, кашалок, кашалок и кашалок. То, что есть, ты и я растет, по четыре рапорта, кушай кашу, кашалок, кашалок и кашалок. Вот, в середине девочка, все, я влюблена. Мария, пора задуматься. Все, запираем девочку, идем домой. То, что есть, ты и я растет, по четыре рапорта, кушай кашу, кашалок, кашалок и кашалок. Браво! Молодцы. Классно. Спасибо, спасибо, замечательные детки. Вы нас порадовали. Проходите. Своим мамам и папам. Вам спасибо, Линочка, огромное. Это был дивный сюрприз. Спасибо. У вас хорошая подружка. Тоже можете пройти в свою комнату. Мне кажется, я боялась. Как он переживал немного. Это страшнее, чем брать интервью. Видно было, переживала. Понравился он мне. Он такой скромный, симпатичный. Как вам, невеста? По моему мнению, это будет немножко проблематично. Почему? Во-первых. Во-первых, она по профессии журналист, да, получается? Работа допоздна. Видите, если я люблю, то я буду приходить пораньше, потому что я буду хотеть быть любимым мужчиной. И мне кажется, это ты знаешь. Для тебя любовь, а не карьера на первом месте. Для тебя любовь, это все. Это ты знаешь. Он этого не знает. Поймет. Мы же с ним будем общаться. Мужчина, когда топорно звучит, всегда хочет покушать, придя с работы. Да. Хочу, холодильник, открой, там. Молодец. Нет, 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 правильно говорит. Правильно говорит. Это такой момент, вот, по себе говорю, это ключевой момент, в принципе. Но это в Москве надо трех ночи, ведь если она переедет к вам в Ростов-на-Дону, найдет себе, например, работу на местном телевидении или в местной газете. И может в шесть часов приходить домой. Не факт. А что это в Москву-то? Еще надо, это, она в Москву стремилась, а потом теперь вот ехать надо еще. Практически таких случаев не бывает. Точно совершенно не за Иваном. Хотя, кто знает. Ма, вам как невесты? Я, как бы, честно сказать, солидарен. Смотри. Тип, по вас видно, что вы покушали. Тип девушки, как бы такой подходит вам. Я так считаю. Тип подходит, девушка? Тип подходит, да. Владиночка. Симпатичная. Крашеных, именно крашеных блондинок. Так любите или не любите? Не, сказал не хочу в жены крашеную блондинку. О, у меня память. Я в брюнотку перекрашиваться не буду. Полюбишь меня такой, какая я есть. Симпатичная, милая. Она еще блондинка даже стала передумывать. Очень-очень-очень милая девушка. Наконец-то живая эмоция первая, что вы можете передумать. Даже прямо на детей не был такой. Ему понравилось, это уже хорошо. Второму другу. А ему понравилось? Ему, ему. Я с вами, парни, вполне согласна. Вы, что мне в вас нравится, вы простые русские парни-работяги. Мне это нравится. И то, что вы сказали, пришел, хочу горячий ужин, это вот просто в десятку, что вы не ходите огородами. Все здорово, все очень объяснили. Разные, разные судьбы. Хорошо, а ему кого тогда? Не спит? Не спит там, где работаешь. Есть такая пословица. Но Матвей также прав еще в одном. Это действительно девушка вашего типа. И в том, что касается и темперамента, самовыражения, образа мыслей, возможности подать себя какой-то. Это абсолютно ваш тип. Правильно сделали, что вы так живо отреагировали и передумали по поводу блондинок. В ее случае абсолютно правильный выбор. И если забыть про необходимость переезда, про позднее возвращение, про работу, все-таки я считаю, что вы свое будущее найдете с девушкой примерно такой, как Лилия. Он похож на пружину. Вот сжатая пружина, вот чуть-чуть и все и будет. Или бах, или ха-ха-ха. Вот что? Однажды я прыгну два ночи, и он бах. Через несколько минут вы станете свидетелем нового знакомства. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». И у нас в гостях Иван. Идите, встречайте вторую девушку. Удачи. Здравствуйте. Очень приятно с тобой познакомиться. Меня зовут Настя. Приятно. Возможно, он заблуждается насчет блондинок. Конечно, заблуждается. Видимо, у него был какой-то опыт. Здравствуйте, Настенька. С кем вы? Это моя племянница. Алена и моя подруга Анастасия. Очень приятно. Давайте узнаем вас лучше. Анастасия, 20 лет. Студентка юридического колледжа. Работает оператором в колл-центре. Умеет доить коров и не боится тяжелой работы. Мечтает работать в полиции. Анастасия против воли родителей в 15 лет вышла замуж, но супруг оказался лентяем и жутким ревнивцем. Устала терпеть его постоянное вранье и кулаки. Надеется, что Иван станет образцовым мужем. Какая скороспелка. Что скажешь? Странное было время, начало 90-х и смутное, когда старая страна уже разрушилась, а новая еще не прорисовалась. И именно в это время рождались самые странные, самые непредсказуемые дети. Вот это поколение, начало 90-х, очень-очень сложное, душевное. Они метущиеся на тор, они не знают, куда им рвануться, они не знают, чего им делать. Иногда это выражается в стремлении рано найти себя в личной жизни, вот как в случае с нашей героиней. Да, которая готова, готова выйти замуж. Настенька прямо типичная женщина, и коня наскаку, и в горящую избу. Я даже представляю, вот как с коромыслом или с ведром, а тут муж под мышкой. И она вот светлую даль, как говорится, вместе с ним. Уж я не знаю, Ванечка, как вы такую вот жену-то потянете, но зато с такой не страшно. С детьми. Точно, наверное, под мышкой будет носить. Да, ну она действительно создает впечатление такой домашней, русской, деревянской женщины. А я вот не знаю, как мать с отцом ремнем-то не выпороли. Вы в деревне жили? Ну, сами с Волгограда, а потом в дальнейшем продали квартиру в Волгограде, переехали. Вот когда вы загуляли-то? Я умудрялась, ходя в школу, встречаться с молодым человеком. Притом он же ведь, у него было гражданское проживание со взрослой девушкой. Да. А вы же его увели, юное создание. Да. А сколько ему было лет? Ну, 5 лет у меня был старше. А не боялся, что его посадят, папка-то ваш? Ну, как бы, папа он не боялся. После того, как у вас все это в первый раз произошло, он, естественно, ушел от своей гражданской жены, и папенька разрешил жить в вашем доме. Да. С условием, правда. Слышь, козла в Воговорот привели, только говорит, ты не ходи к этой капусте и к морковке. Да, папа говорил, что... То есть у вас в разные комнаты. В разные комнаты. Ну, естественно, он сам-то верил вообще, что вот... Ну как, ну мы родители же, мы же верим нашим детям, гадам. Верим. А вы ночью-то там на цыпочках друг к дружке. Да, конечно. Ну и доходились до первой беременности. Да. А кто уговорил избавиться от первой беременности? Папа, там, можно сказать, даже плакал, мужчина, плакал, просил. Чтобы в школе доучилась. Чтобы вообще получила образование. А ему не прищемил ничего? Нет. Чтобы больше не делал это. Ну, я же тоже виновата, не только он. А девочка, мальчик? Дочка у меня. Как зовут? Альбина. Как мою маму, какая прелесть. А если такая любовь, и все у вас было прекрасно, и ребенка родили, что это вдруг он стал лениться, пить? Руки распускал он, нет? Да. А он меня ревновал ужасно. Ну, к любому столбу. Вот мимо мужчины пройдет, если он на меня посмотрит, все. Это ревность, это дома скандал. От безделия. Это от безделия и от неосостоятельности. Что-то жених это не показывает нам. Не поймем мы его эмоции. Видимо, такие эмоции грустные, что решили не показывать. Мы же девушку эту выбираем в конце, это как все. Вот смотри, сидит Иван, работает воспитателем в детском саду. Ну, очень интересный молодой человек. Я думаю, что зарабатывает не больше, чем вы. Ну и что? Кол-оператор. Это что там? Это оператор на телефоне, да. А, у вас голос должен быть хороший, наверное, да? Ну, конечно, работает. Но вы так же так? Нет, абсолютно не так. Это сейчас так себя это... Сказать как? Алло, это 775-28-34. Казань вызывает рост из-за битого. Так что вас не пугает ни зарплата, Ивана... Нет, мне абсолютно не важно, сколько человек зарабатывает. Главное, как он относится к тебе. А по каким качествам теперь будете выбирать супруга? Вот чего в новом муже хотелось бы увидеть? Ну, как бы я хотела увидеть в нем уверенность в том, что он действительно готов жить семьей, ему нужна семья. Вы не пьете, не курите? Нет, спортом занимаюсь. Мужчина безмерно приводит. Не пьет, не курит. Ну, Катя наша не хуже. Золото. Она тоже у нас не пьет, не курит. Какой хороший мальчик. Натура. А вот ребеночка уже не хочет. Вот, да, хотел сказать только, Иван не хочет. Нет, ну, во-первых, потому что будут в будущем проблемы. Как бы он был замечательный ребенок, папа протрезвеет через 12 лет, и могут начаться проблемы. Зачем проблемы чужие? Оно надо. Я не против детей. Просто я понимаю, что будут проблемы в воспитании ребенка. Да не будет проблемы. Не общаются. Ребенок со своим биологическим отцом не общается. Он не против детей. Ну, не против своих, наверное, детей все-таки. Ты не готов он еще к детям? Конечно, нет. К своим, я имею в виду. Ему достаточно того, что он с ним стоит на работе. Еще хотите детей, наверное, да? Ну, я не могу сказать, что я на данный момент хочу детей. Конечно, в будущем возможно, но не сейчас. Вы очень милая молодая женщина. Я вам желаю счастья. И вам, и вашей дочке. Покажите, пожалуйста, что вы приготовили. Я очень люблю русские народные песни. Такие зажигающие. То прям вадрили и тело и дух. Поэтому тебе приготовила именно сегодня такой подарок. Проходите. Еще нужно коса сбоку и коромысла. Ну, я говорю, забава путятишна. АПЛОДИСМЕНТЫ Я приехала из колхоза. И это колхоз. Ну, правильно, колхоз на выезде. Что она поет? Люли, люли, люли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что это от тебя? Жених. Да. Ну, что так? Нормальный молодой человек. Парни, какие-то вы невеселые, сердитые. Что, сюрприз не понравился? Нет. Сюрприз красиво. А девушка? По-нашему, по-ростовски. Девушка очень смелая. Очень смелая. С таким, уже такой базой, с опытной. Да, уже есть жизненный опыт. Нет, вы смотрите, растет девочка, Анастасия, если у вас все получится. Девочке четыре с половиной года. Через 10 лет она может вам сказать, а ты вообще, дядя Вань, кто? Ты мне не папа. За это я вам и говорил. А у вас опыт? Вы же сейчас работаете. Ну, я никогда в жизни свою работу не прикладывал на личную жизнь. Это нельзя делать. Тогда зачем вам этот опыт, если вы его не можете применить в нужном случае? Ну, это очень глобальная такая цель, по-моему, для меня. Нет, ну, когда ты воспитываешь чужих детей, это, собственно говоря, одна ответственность. А здесь надо принять ответственность уже личную за одного ребенка. Может, он сил не чувствует в себе. А потом вот я, честно говоря, Настеньку не вижу с Ваней. Может быть, он и правда хочет, чтобы у него был свой ребенок и не хочет чужого ребенка. Либо он просто не готов и не способен сейчас просто воспитывать чада. Я думаю, что Настя, человек анализирующий, думающий, посмотрите, как она выглядит превосходно. Не бойтесь, она больше таких ошибок дурацких не совершит. Не бойтесь взять женщину, испуганную, с опытом уже чуть-чуть промучившуюся. Вам воздастся, поверьте мне. Она вас отблагодарит. Ей не так много нужно. Другой будет нужно много. Присмотритесь, очень хорошая девчонка. Мне понравилась она. Ну, я соглашусь с тем, что Настя, это не совсем ваша девушка по типу. Буду откровенна. Вы человек достаточно ревнимый с вашим соединением Марса с Луной. И наличие ребенка от другого мужчины может каким-то образом бередить душу очень неприятно. И второе. Я вот сейчас поняла, что вы готовы нести за детей ответственность, но в рамках рабочего дня. А вообще нести ответственность не очень готовы. Потому что взять женщину с ребенком, это нести ответственность 24 часа в сутки и всю жизнь. Что мы сейчас погулять, пойти после работы, встретиться с девушкой, все, пошли погуляли. А когда у тебя уже есть ребенок в семье, это все... Конечно, тебе нужно идти домой. Ты понимаешь, что тебя ждет ребенок, жена. Впереди у нас третья невеста. И, возможно, выбор своей судьбы не пропустить. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам, Ваня, встретиться с третьей девушкой. Проходите. Здравствуйте, Иван. Рада с вами познакомиться. Мы с вами с одного города. С какой вы улицы? Беременко. 40 лет победы. Очень приятно. Прямо чисто, как он не хотел. Все блондинки голубоглазые. Снова блондинка. Вот незадача. Здравствуйте, Катя, с голубыми глазами. Да. С кем вы? Судьба, видимо. Я со своей сестрой Оксаной и со своей двоюродной сестрой Марией. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Девушка амбициозная, будет всегда стремиться делать карьеру. Я согласна, Василиса. Карьера очень важна. По крайней мере, для меня. Да, и точно вы всегда будете ее делать. И мне кажется, что если уж Иван метит у нас в управляющие или в чиновники хорошего уровня, то как раз достойная супруга. Ой, девеста нравится. Хорошая, да. Как ты правильно сказала, землячка. Мне нравится. Мне кажется, у нее шанс есть. Да. У нее очень много. Просто это идеальная пара, потому что... Молоденькая, без детей. Молодая. А что там у вас с парнем, с вашим? С парнем? Что за история? Два года целых встречались, а потом вдруг поняли, что он не ваш. На самом деле, парень меня долго добивался, потому что поначалу я к нему не располагала. И... Ну, он меня добился. Он меня добился своей настойчивостью, своим отношением ко мне. А сколько лет ты ему была? Он был на 8 лет старше меня. О, ну понятно. Нашел молодую девчонку, и нужно было, пока она не нагулялась, взять ее в жены. Многие так поступают. Ну, он-то созрел уже, а про ее желание не особенно думал. Ну, я так думаю, что кроме того, что он спешил, вас в нем еще что-то не устраивало. Вот и сестренка кивает головой. Потому что если бы был парень достойный, то и родня бы стала подталкивать, и вы бы побежали. Очень хороший человек и достойный, но... Хотя он не мой. Очень хороший человек, но он не герой моего романа. А вот вы... Слишком юная была для него, слишком юная. А для Ивана... Говорящий ветер. Так она и сейчас 20 лет всего юная. Ну, мы же не обязательно, чтобы они поженились, да? Мы за общение, прежде всего. Как не обязательно? А что пришли-то? Мы что тут сидим, напрягаемся? На самом деле... Мы за дружбу, за общение. Здравствуйте, дружите в другой программе. У нас программа про любовь. Мы с серьезным концом. Выбирать нужно основательно и ответственно. Поэтому нельзя бросаться в омут головой. Нет, послушайте, Катюш, конечно. И мы в первую очередь говорим, пока вы, как говорит Василиса, не пройдете все эти сезоны, зима, лето, весна, осень, спешить не нужно с замужеством. Но, в принципе, 20 лет – это тот самый возраст, когда можно уже задуматься о серьезных отношениях. Ну, зачем вам скакать от одного к другому? Рано ей еще. Да, в 15 выходим. Собирай чемоданы из Москвы, а мы тебя в Ростов отправим. У меня вопрос, а какую спутницу ты видишь рядом с собой? Ну, спутницу серьезного человека, который стремится к чему-то, но при этом, вот, я к тебе вопрос уже встречный, потом он закончил ответ на свой. А вот ты домохозяйка не боялась, потому что женщина должна какие-то обязанности выполнять по дому. Карьера, карьера, а все-таки они должны разделяться. То есть не было у тебя этого страха, что домохозяйка, именно вот что, ну, руки нормально, как бы, дело делают, готовят, там, гладят. Ага, они готовят, мы не умеем готовить. Нет, я умею готовить, я не против этого, я просто... Смотри, сразу начинаю. Я научусь, если я... Нет, нет, а почему не готовят? Что, руки не с того места растут? Что, можно я отвечу, это поможет, мама не научилась. Так как она младшенькая, и всегда по дому обязанности на меня падали женские, потому что, вероятно, всегда работали, соответственно, я занималась этим. И баловали ее, не давали ей, как бы, этого, а теперь она и сама, в принципе, и по большому счету не стремится. А сколько у вас разница в возрасте? Семь лет. Вот, бедные дети, вот когда первый класс и грудной ребенок, прямо у ребенка детства нет, все. А у меня наоборот, все, я наоборот хозяйственная, то есть мы друг другу дополняем. Зато какой опыт жизнью. Вообще удобная позиция, я маленькая, я ничего не умею. Вот опять он грустный, где улыбка твоя? А если ли вас позовет Иван снова на родину? Это очень сложный вопрос, но если я полюблю, я способна принять все условия. То есть не скажете ему, не для того я оттуда вырвалась, чтобы сейчас возвращаться снова? Я думаю, что не важно где жить, важно с кем жить и как жить. Это правильно. Хорошо, что вы так рассуждаете, хорошо бы, чтобы это еще оказалось правдой. Ну, мне кажется, как только она доберется до Москвы, ей будет не воспитатель нужен, а какой-нибудь нефтяной магнат. Что вы приготовили для Ивана? Я приготовила сюрприз для тебя и для всех телезрителей. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею. Захотелось вдруг сказать Станем над рекою Зорьки летние встречать Молодцы, молодцы вообще. Обожаю пение акапельное вообще. А мальчишки вообще супер. Я хорошая, я не знаю, как ему сюрприз, но мне нравится. Здравствуй, парень, да мой хороший парень. Круг зеленый, да круг кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, да круг зеленый, да раскудрявый резной. Браво, парни, с праздником вас! С днем защитника отечества. Спасибо. Порядово. Проходите к себе. Вы тоже, девочки, можете уже идти в свою комнату. Спасибо. Ой, по-моему, по-моему, все друг другу понравились. По крайней мере, симпатии точно проглядались. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Замечательный. Как вам, невеста? Мне очень понравилось. Мне кажется, что это типаж тот самый, который нужен нашему Ивану. Единственный минус, что готовить не умеет, но это все как бы... Научен. А как вам? Не, ну симпатичная, милая девушка, но честно скажу, мне не нравится такого типа дамы. Что лично вам не нравится? Зависимость не нравится чересчурная от родственников, да, как бы. Потому что она на нас сидит и кивает головой, когда просто говорят, что за нее делают. Это ненормально. В общем, он тебе увидел какую-то содержанку. Он не прав. Темперамент, совершенно не темперамент Ивана. Ему нужна девушка полегче. У Екатерины как-то все равно пахнула меланхолией. Она способна быть спокойной. И я соглашусь, что она выдерживала нападки просто с удивительным спокойствием. Ну, как всякий телец, смогла быть стабильной. Ивану нужна девушка немножко другая, поживее. Поэтому рекомендовать не могу, но девушка чудесная. Девушка чудесная. Мы согласны. Вот. Что скажете? Кого видите рядом? Естественно, я хочу выделить Катю. Так как землячка наша, очень симпатичная, милая девушка. И я считаю, что она по типажу подходит Ивану. Спасибо. А вы что скажете? Я согласен полностью, что надо поддержать землячку. Хороший молодой человек, интересный человек. Но я считаю, что он прав. Мне нужен более состоявшийся мужчина, более зрелый. Я за Екатерину. Вы друг друга понятны. Но мне нравится, что Екатерина в меру прагматичная, в меру приземленная такая. То, что вам и нужно. Единственное, что если вы говорите ее переехать и вернуться в Ростов. Ну, я не думаю, что она ехала в Москву, чтобы возвращаться в Ростов. Ну, ничего я нового вам не скажу, конечно. Я не против Катюши. А может, как сладится, потому что на фоне как бы всех, конечно, она выделялась внешне. Вот. Ну, тут это уж ваше дело молодое. Может, оно все и сладится. Если зайдет, я выйду, потому что интересный человек. Возможно, с ним будет интересно пообщаться. Ну, от лица прекрасной половины человечества хочу поздравить наших дорогих мужчин с праздником защитника Отечества. Ну и, соответственно, пожелать жить всегда по совести и чести, не судить людей по слову лести, близких и друзей оберегать, а любовь найти и не терять. С праздником от братьевых мужчин. Если зайдет, Катя, выходи. Не обижай молодого человека. Праздник. Не забывай об этом. И звездный, наверное, Анастасию советую. Нет, ни в коем случае. Иван, с точки зрения гороскопических премудростей, вам больше подошла бы Лилия, первая девушка. Но я боюсь, что тут жизненное обстоятельство не на вашей стороне. Чуть старше, совершенно другая область деятельности, другая сфера проживания. Поэтому мне кажется, что общаться вам будет сложно. Первое время интересно, а вот сблизиться дальше будет сложно. И боюсь, что у Лилии окажется еще один теоретический роман. Но астрологически, с точки зрения легкости, вообще не стоило бы выбрать именно Лилию. Как ты расцениваешь шанс на успех? Мне кажется, он зайдет сюда. Я почему-то чувствую внутри. Если зайдет, выйдешь с ним? Конечно. Отойдешь? Конечно. Мы хоть не зря пришли. Я думаю, вы уже определились. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону. 4 четверки. Алла, 43 года, номер 1894. Государственное служащее. Ищет мужчину, который избавит ее от этих хлопот и обязанностей. Мария, 21 год, номер 1895. Студентка факультета журналистики. Ищет трудолюбивого мужчину, который будет хранить ей верность. Мы не знаем, выйдет Иван один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить и давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ